Добрый день, дорогие друзья! Рано или поздно, даже самый ярый противник использования химии на своем участке сталкивается с необходимостью защиты растений фунгицидными препаратами. И сегодня я вам расскажу о таком замечательном биологическом фунгициде, как аллерин-Б. Аллерин-Б – это высокоэффективный биологический фунгицид на основе природной бактерии басилус саптилис. Именно она подавляет рост патогенных грибов и уменьшает их количество, предотвращает возникновение корневых гнилей, черной ножки, мучнистой росы, фитофтороза, альтернариоза, аскохитоза, серой гнили. У овощных, ягодных, цветочных культур и комнатных растений раствор готовят следующим образом. Таблетки растворяют в стакане теплой воды и размешивают до полного растворения таблеток. И оставляют примерно на час в теплом помещении, для того чтобы бактерии перешли в водный раствор и начали работать. Затем раствор доводят водой до нужного объема, и препарат готов к применению. Для обработки от корневой и прикорневой гнили, томатов и огурцов, на 10 литров потребуется 1-2 таблетки, алирина Б. Поливают грунт за 2 суток до высадки рассады или посева семян. Затем непосредственно во время высадки. И через 7-10 дней. То есть необходимо провести 3 обработки. Для опрыскивания томатов от фитофтороза и от мучнистой росы огурцов. Надо 10 таблеток растворить в 10 литрах воды. Опрыскивание проводят в начале цветения, затем в момент образования плодов. Кратность обработок различных культур от 3 до 5 раз. Например, землянику от серой гнили можно обрабатывать 3 раза. При выдвижении бутонов, сразу после цветения и после плодоношения. Весной применяют алирина Б, только после того, как дневная температура установится плюс 10 градусов. При более низкой температуре. Применение препарата неэффективно. Кроме подавления фитопатогенной микрофлоры, применение алирина Б способствует развитию полезных почвенных бактерий. Увеличивает содержание белка в растениях на 20-40%. Снижает накопление нитратов на 25-40%. Так как данный препарат является биологическим, срока ожидания после его применения нет. Фрукты и овощи можно есть сразу после обработки. Может у вас есть какие-то советы и интересные идеи? Делитесь пожалуйста в комментариях. Всем удачи и хорошего настроения. Субтитры создавал DimaTorzok